Здравствуйте, дорогие телезрители! Начинаем с вами третий урок телепроекта, уроки чеченского народного танца от А до Я. На третьем уроке части теории мы с вами будем говорить о различии чеченского мужского и женского танца и их гармоничном сочетании в парном исполнении. Начинаем второй урок телепроекта чеченский народный танец от А до Я. На втором уроке части теории мы с вами будем говорить о чеченском традиционном парном свадебном танце как основе чеченского традиционного танца. Главная отличительная черта чеченского народного танца это то, что в мужском танце своя хореография, в женском танце своя хореография и они не повторяются. Если у всех остальных народов и в женском, и в мужском танце одни и те же танцевальные па, одни и те же движения рук, положения рук, позиции рук, ног, то в чеченском танце они в корне отличаются. То есть не повторяются в женском танце элементы мужского танца или наоборот. Мужской танец первооснова это танец охотника, танец воина. В женский танец он исполняется подобно птице, подобно лебеде. Он мягкий, очень скромный, нежный и девушка как плывет по воде, по танцевальной площадке. Юноша в танце, он всеми своими движениями проявляет уважение к своей партнерше. Он говорит, вот моя партнерша в танце, полюбуйтесь, посмотрите, какая красавица у меня партнерша. И всеми движениями он ее оберегает. Он не имеет права в танце, в движении разговаривать с своей партнершей. Он не имеет права прикоснуться к ней. Не то, что телом, руками, даже подолом своей одежды он не имел права прикасаться к девушке. То есть чеченский танец, он бесконтактный танец. Если все народы, почти все народы мира имеют контакт в танце, то есть берутся или за руку берутся, или за талию девушки, в чеченском танце это исключается, даже прикосновение исключается, хотя он парный танец. Хотя это очень тесный диалог. Чеченский парный танец это диалог, это уважение друг к другу, это почитание друг друга. Девушка всеми своими движениями, уважая мужскую половину, не делает никаких откровенных мимик лицом, или ухмылкой, или улыбкой. Она очень уважительно относится к партнеру, и при этом в танце она очень скромна, очень нежна, очень послушна, потому что мужчина ведет ее в танце. А мужчина всем своим танцем, всем своим рисунком танца окружающим показывает свое уважение к своей партнерше. И при этом случае девушка продолжает танец, становится более продолжительным. А продолжительность танца определяется именно отношением девушки к своему партнеру, насколько этот партнер в танце пленил ее своим уважением, изящественным красотой своего мужского танца и проявлением уважения к своей партнерше. Вот насколько он это проявляет, и насколько она это чувствует и видит, настолько продлевается танц. Если танец со стороны юноши не уважительный к девушке, или не особо уважительный, или не нравится этот диалог девушка, то тут же могла прекратить танец, и юноша не имела права настаивать на продолжении танца. Право начать танец за юношей, а право завершить танец. В любое удобное для нее время или место девушка останавливает танец. Она кивком головы, маленьким поклоном дает юноше знать, что она прекращает танец, благодарит его за танец. Или может повернуться к нему лицом, двумя-тремя хлопками аплодисментов, дать знак, что она закончила танец. Вот этим чеченский танец отличается, пожалуй, от всех танцев народов мира. На этом практическом занятии мы с вами будем изучать основные женские ходы с продвижением вперед. Помогать мне в этом будет солистка ансамбля Зара Шабаева. Ход, шарпающий шаг на целой стопе с продвижением вперед. Манера исполняется, пока мы руки с вами уберем на пояс, чтобы они нам не мешали. Поочередно правой и левой ногой шагаем шарпающими шагами вперед в такт музыки. Манера исполнения движения ровные, корпус не колебается вверх-вниз, не со стороны в сторону. Ровно плывущим движением. Ноги шарпающими шагами равномерно правой ногой, левой ногой вперед в следующей ноге. Колени свободные, ноги исполняют шарпающие движения. Пожалуйста, с правой ноги на счет раз с правой ногой. И раз-два, 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 корпус не шатается. Раз-два, 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 раз-два. Раз-два, 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 корпус не шатается. Теперь мы с вами изучим руки, которые в сочетании с движениями ног двигаются в противоход. Если мы с вами движение начинаем с правой ноги, движение рук тоже начинается с правой вперед, вот, и получается противоход левой ноги. И точно так же могут идти две руки. На каждый шаг правой ноги, то вперед руки маленьким движением, локти свободные, то чуть в сторону и назад. На каждое движение правой ноги работает правая рука. Правая, левая, поочередно, правая, левая, правая нога, левая нога, правая рука, левая рука. Поочередно, раз-два, и раз-два, и раз-два, и раз-два, и раз-два, и. Исполним под музыку одни руки. Пожалуйста. Без движений ног. Руки, локти расслабленные. И раз-два, 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 правая рука. Пожалуйста, в сочетании с движениями ног. Руки, ноги вместе. Шарпающий ход. И раз-два, 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 раз-два. С правой ноги и правая рука, правая рука. Идем по кругу. Танцуем. Ход двойной шарпающий шаг. В основе первый ход. Добавляется еще один элемент. Шаг с правой ноги. Таким же шарпающим движением левая нога впереди правой, и правая подводится к левой. Три элемента исполняется на половину музыкального такта. Насчет раз-два. И можно. Шарпающий шаг. Левой ногой впереди правой ставится. И опираясь на целую стопу левой ноги, которая стоит попереди правой, подводим к левой ноге до середины стопы. И те же элементы повторяем с левой ноги. Шаг на левую ногу в шарпающем движении. Правой впереди левой. Подводим к правой левой. Шаг на правую ногу. Правое, левое подвели. Левое, правое подвели. Правое, левое подвели. Левое, правое подвели. Под музыку. Движение ногами. Движение ногами. Колени свободны. Руки исполняют те же движения, что при первом ходе простой шарпающий шаг. Поочередно. То правая рука в такт музыки, то левая. Правое, левое. С правой ноги начинаем ход. И идет правая рука вперед. Противоход движению левой ноги. Теперь левая рука вперед. Противоход движению правой ноги. Раз и два. И раз и два. И раз и два. И раз и два. И раз и два. Раз и два. Раз и два. Раз. Колени свободны. Подтянулись. И раз. Легко. Ноги шарпающими движениями. Танцевально. Следующий ход. Двойной шарпающий шаг с подведением пятки. Это наиболее характерный манерный ход. Изучаем только движение ног. Шаг на правую ногу вперед. Шарпающим движением. Шаг. Второе движение также исполняется. И теперь, опираясь на опорную ногу, подушку опорной ноги, подводим ногу пяткой. Тот же элемент поочередность исполняется с левой ноги. Шарпающий ход с левой ноги. Маленький, маленький. Подвели пятку левой ноги. Правая, левая пятка. Левая, правая пятка. Правая, левая пятка. Левая, правая пятка. При этом корпус не ходит ни вверх, ни вниз, ни со стороны в сторону, ни бедра, ни корпус не ходит. Аккуратно подтягивается пятка. Так, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре. Руки те же самые, поочередно, то правой рукой, то левой рукой. Три элемента движения на правую руку, три элемента движения ногой на левую руку. Пожалуйста, с руками, с ногами, с сочетанием. Двойной шарпающий шаг с подведением пятки. Музыку, пожалуйста. Раз, два, 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 раз. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. В манере, маленькие шаги, опираемся на подушку. Раз, два, по кругу идем. Выворачиваем пятки больше. Руки аккуратно, подтянулись наверх, по кругу, по кругу. Еще. Ход, шарпающий шаг на полупальцах. Основа данного хода – ход, шарпающий шаг на целой стопе. Та же основа, те же элементы в той же последовательности исполняются на полупальцах. Руки убираем на пояс, чтобы они нам не мешали, поднимаемся на полупальцы. И тот же шарпающий шаг уже не на целую стопу, а на подушке, поочередно правой левой ногой. Исполняется по первой прямой позиции. Пожалуйста, под музыку. И раз, два, раз, два, раз, правая, правая. Руки те же самые, поочередно, то правой, то левой рукой. И точно так же могут быть. Идти обе руки вперед, слегка в стороны, слегка вперед, слегка в стороны. Мы с вами с двумя руками повторим этот ход. Ход, шарпающий шаг с продвижением вперед на полупальцах. С руками связываем движение ног. Стали, поднялись на полупальцы. Пожалуйста, музыка. Руки. И правая. Правая. И этот же самый ход с наиболее характерными ему руками. Те же движения одной руки исполняются двумя руками. Сначала мы с вами изучим одни руки. И раз, два, раз, два. Локти свободные, кисти свободные в запястье. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз. И раз, двигаемся по кругу. Идем по кругу. Идем, идем. Ход, простой шаг на высоких полупальцах поочередно правой, левой ногой. Данный ход исполняется, если необходимо, быстрое передвижение по танцевальной площадке. Высокие полупальцы, руки убираем на пояс. Стремительный, легкий ход без шарпаний. Пожалуйста, с правой ноги. И правая, 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 правая. Руки те же самые, поочередно правой, то левой рукой. Высокие полупальцы, стремительное движение вперед, без шарпаний. Ногами, пожалуйста, музыка. И раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. При исполнении данного хода девушка может использовать неограниченное положение рук. При исполнении данного хода. Если при исполнении других ходов не более двух-трех видов рук, в данном, при исполнении данного хода, простой шаг с продвижением вперед на высоких полупальцах, исполняются все позиции рук, начиная с первой, вторая, третья, четвертая. Правая рука спереди, левая рука спереди и плавно опускаем вниз. Пожалуйста, сейчас Зара нам продемонстрирует данный ход с продвижением по кругу. И вместе с этим ходом нам покажет позиции рук. Первая позиция, вторая, третья. Откроем. Правая рука сверху, захлест. Четвертая позиция, левая рука сверху, захлест. Четвертая позиция. Красиво, руки растаяли. Подтянулись, идем по кругу, веселей, маленький круг, маленький круг. Всех молод, всех молод. Идем дальше. И раз. Ход, двойной, скользящий шаг на высоких полупальцах. Руки убираем на пояс. Изучаем одни движения ног. Полупальцы, шаг на правую ногу. Левую ставим впереди правой. И шарпающим движением подводим к опорной ноге. Левой до середины стопы. Затем те же элементы повторяем с левой ноги. Левая, правая, подвели к правой. Правая, левая, подвели к левой. Левая, правая, подвели к правой. Правая, левая, подвели к правой. Раз и два Этот же ход исполняется с движениями рук Руки те же самые Могут они поочередно по одной руке работать Точно так же могут две руки работать Могут руки идти в позицию В разные положения при исполнении данного хода Неограниченные То есть это уже зависит от фантазии Мы с вами изучили пять позиций женских рук Дальше по нашим урокам Мы с вами будем еще изучать положение рук А их в чеченском женском танце большое количество В манюре подтянулись Подтянулись Голова И раз Ход переменный шаг Исполняется на высоких полупальцах Той же поочередности как ход Скользящий ход Только без шарпающих движений Мелкими равномерными Тремя шагами На половинку музыкального такта То есть на раз и Исполняется Три равномерных Маленьких шага На высоких полупальцах Руки убираем на пояс Чтобы они нам не мешали Поднимаемся на высокие полупальцы И на половину музыкального такта Делаем Раз, два, три На раз и Раз и Левая и Правая и Левая и Правая и Левая и Переменный шаг Раз, два, три Раз, два, три Раз, два, три Раз и Два и Раз и Два Наиболее характерные руки При исполнении данного хода Они могут быть как в первой позиции Как в второй позиции Как в третьей Так в четвертой позиции Но если мы применяем туда двигающиеся руки То есть не статичные позиции То наиболее характерные руки Сейчас мы их с вами изучим Руки посылаются Влево В левую сторону Обе руки И таким круговым движением по кругу На полкруга Слева направо Ровно на 180 градусов Опускается вниз Теперь Справа Локти согнуты Мягким движением Опускается Влево Теперь Влево Опускается Вправо Теперь Вправо Опускается Влево Пожалуйста музыку Одни руки И Раз 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 Пожалуйста Чуть помедленнее Чтобы ногами успевали Волупальцы И Правая Влево Если по кругу То уже лучше Конечно В позициях рук В первой позиции Вторую позицию С правой руки Вторая позиция И опустили вниз Веселее По кругу Еще идем 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 Опускаем Идем Идем По кругу Следующий ход Шаг С преподанием Этот ход Исполняется Как С преподанием На правую ногу Так же С преподанием На левую ногу Поднялись На высокие Полупальцы И делаем С вами Преподание На правую ногу И Раз И Начиная с пятки Смотрите Еще раз На целую стопу С пятки Через Пятку Встаем на целую стопу Правой ноги Ставим левую ногу Впереди Правой На подушку Поднимаемся наверх И опять Припадаем На правую ногу И Правая И Правая И Правая И Правая И Раз И Два И Раз И Два И Сначала без рук Пожалуйста Одни ноги Музыку пожалуйста На полупальцы Правой Нога Раз Два И 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 Раз При Исполнении Данного Хода Наиболее Характерная Пятая Позиция Рук Таким Движением Правая Рука Принимает Пятую Позицию Затем Рука Поворачивается К корпусу Движения Идут В четвертую Позицию Опускаем Вниз Левая Рука В пятой Позиции Рука Ладонью К себе Повернутую Опускается Вниз Руки Двигаются В четвертую Позицию Опускаем Правая Рука В пятую Позицию Можно И Раз Движение И Раз Два Исполняя Ход С продвижением Вперед Сделаем Только с одной Руки А затем Исполняя Движение По кругу Ход Исполним С обоих Рук В сочетании С ногами Пожалуйста С руками Связываем Движение Ног Шаг С преподанием Ход Шаг С преподанием В данном Случа На правую Ногу И Раз Два Три Четыре Раз Два Три Четыре Манере Мелкие Шаги Раз Отстань Раз И Раз И Раз И Отвернулись Больше И И Исполняем В пятой Позиции Перешли В четвертую Мягко Опустили Руки С левой Руки Пятой Позиции Перешли В четвертую Опустили Первые Манере И Раз И Раз И Раз И Раз И Подымаемся И Раз Спасибо Таким образом На данном практическом занятии Мы с вами изучили Восемь Основных Женских ходов С продвижением Вперед С продвижением 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 С продвижением